добрый день дорогие друзья давайте вместе с вами рассмотрим еще один из вариантов которые очень часто попадаются мне очень очень часто так блять куда я дел ареометр на месте сейчас сразу приготовим так вот привезли вот такую батареечку надо включить наверно вспышка она включена видим есть электролит батарея как бы полную и вот с такими показателями показателем батареи привезли кстати для того чтобы сделать клемму сделайте клемму пожалуйста хорошо ну давайте вначале проверим батарейку проверяем батарейку и что мы видим это батарейка у нас 1200 ампер 1200 ампер ставим видим абсолютные нули 52 ампера так но я здесь мерил было 43 видать она чуть-чуть постояла начала думаться о приехали клиенты и напряжение 739 вот здесь 736 739 вот сопротивление 53 47 64 93 но разброс может быть небольшой из-за погрешность не из-за погрешности прибора так приехал клиент сейчас ненадолго мою батарейку приведи оборот на сейчас ненадолго приврусь и потом продолжим нашу кино и папе и ну чтож продолжим нашу аккумуляторную драму по идее по идее с такими показателями я батарейку не должен был брать но смутило два обстоятельства и не два давайте скажем три обстоятельства первое обстоятельство это то что батарейка 21 года видно до 192 день 21 года это первое обстоятельство второе обстоятельство давайте начнем с первой банки это что что при таких показателях вот при таких у нас вот такая плотность видно до плотность 130 1 от фонаря написал 133 но здесь наверное 134 даже 135 видно да то есть при из такой плотностью батарейки раздутая батарейка была разморожена видимо фермера своем колхозе решили что разморозилась она из-за недостатка плотности и залили я боюсь сказать что электролит скорее всего залили возможно даже кислоту не знаю я не взяли батарейка очень часто меняли видим разбитые пробочки пробочки разбитые практически все это второе обстоятельство и третье обстоятельство почему я начал писать этот ролик нашу писать для того чтобы вас ознакомить с такой ситуации работы сейчас не сильно много время свободное есть займемся вот таким творчеством и заодно полюбуемся за продвижением этой батарейки что будем делать в первую очередь я сделаю отбор сделаю буду делать отбор по максимуму вытащил вот этот электролит который над пластинами пластины белые били били но не все били пластинки белые видно что сульфат и скорее всего здесь такой сульфат что мы вряд ли сможем что-нибудь с ним сделать но будем пробовать и будем пытаться так ну что займусь отбором электролита вот у меня пляжка вот такая есть видите сколько в ней отобранного электролита и по окончанию откачки электролита эту пляжку мы за этой пляжки опять понаблюдаем так ну что займусь откачка останется за кадром ничего интересного в этом нету ролик удлинять сильно тоже не хочется ну что электролит отобрал водичка залито 3 литра вошло воды даже вот так лучше видно да даже 3 с копейками наверно 2 литра осталось залива по 500 600 миллилитров зависимости от плотности также делал отбор зависимости от плотности на шприц где 1 30 на шприц меньше где 125 так отбор по 370 миллилитов ой блядь 307 350 75 350 по 420 где плотность было 133 по 350 где 130 и где 125 отобрал 280 миллилитров примерно так так сейчас закидываю эту батарейку зарядный бокс работать будем на китайцы на вон там синеньким максимальная батарейка выдает порядка 6 ампер этого нам будет достаточно для предзаряда и начала основного заряда примерно на это уйдет у нас так сейчас время 4 часа они 4 20 минут 4 так 12 618 ну порядка 20 часов батарейка будет стоять на этом синеньком и завтра с утречка или ближе к обеду уже переметнемся на какой-нибудь из выемпилков и продолжим с ней работу заряжать начало работы будет малым током потому как думаю что на пластинках уже перманентная сурфатация неизвестно как выжили эти пластины после разморозки видно явно что было разморозки если произошел обрыв либо замыкание то естественно мы эту батарейку списываем списываем для клиента если у нас пойдет заряд на китайцы китайцы неплохо перемалывает вот такие неплохо разбираются в таких ситуациях поэтому сначала будем работать на нем ну что рыбка золотая лезь лезь-ка ты обратно в прорубь или зарядный бокс начнем с тобой хлопотать и работать так ну что наш красный партизан заряд на боксе заряд также пошел отключаем вспышку чтобы было лучше видно примерно так выглядит у нас начало заряда 5 и 3 ампера выдает наше зарядное устройство и напряжение должно у нас потихонечку снижаться у нас растет 13 3 вольта посмотрим за динамикой посмотрим как батарея будет брать такое смутное предположение в глубине души что батарейка уже угандошена и дальнейшая работа с ней не принесет нам результатов но будем пробовать та сумма которая которую я озвучил за работу с этой батареи если у меня все получится она конечно стоит того чтобы с ней может поковыряться продолжаем работа вернее начинаем и что мы видим на утро наш красный красноперый друг догрет до 14 1 вольта и заряд продолжается 2 и 4 двумя и 4 2 и 4 ампера двумя и четырьмя амперами так давайте замерим плотность я уже и замерил покажу ее он видим плотность 1 23 в банке в которой было так до которой было 133 и в третьей баночке у нас где было 125 плотность 1 15 чует мое слабое сердце что придется еще делать корректировку возможно даже не одно сейчас мы убираем нашего китайцев и подключим подключим к мы 37 лампировочек да что ты и оперный театр запуталась вот таким образом подключаем на 14 8 вольт 9 и 7 ампера пойдет и подключаем включаем наш зарядник не больно то он разгоняется но 14 7 сразу видим на того что же добьем до 14 8 вольт и потом начнем второй цикл работы с этой батарейки вот такая ситуация с нашим червон им другом полтора часа прошло вымпел пишет что заряд окончен а зарядный ток держится у нас на 4 и и 1 ампер напряжение 14 7 но это лишний раз говорит о том что в батарее очень высокое сопротивление батарея практически не хочет брать заряд дадим ей немножко отстояться часика полтора клемму не буду снимать подожду пока напряжение нрц упадет до 13 вольт и продолжим работу с этой батарейкой ну результат мне кажется будет плачевный заплачем все вместе заревем а и и и и и и а и и и и друзья но как видим заряд окончен на 41 ампер не обращайте внимание за язык язык заплетается продолжаем работу ночь батарейка отстояла сегодня провел один еще один цикл основного заряда до 14 7 вольт батарея у нас доходит и ток начал падать уже до 3 ампер давайте сделаем наверное некорректный замерщик этот замер нам позволит определить стоит ли нам дальше работать с этой батареи или ее нужно будет списать списать плотность сейчас я покажу плотность также замерил ну видим 699 ампер и уже какой-то слух у нас появился но чуть мое слабое сердце что придется нам наверное делать еще одну корректировку так как плотность в этих банках у нас существенно растет которых я делал отбор вторая баночка 133 было сейчас плотность 126 батарея не развивается не развивается не раскрывается только потому что очень большая концентрация электролита большая концентрация кислоты эта банка у нас было 125 и по всей видимости эта баночка у нас все-таки деградирует плотность 118 в ней и и и трогать не буду сейчас делаю один отстой вернее батарейка пусть у нас еще часок отстоится сделаем один дозаряд сегодня я сделаю еще один отбор корректировку надо батарею вытаскивать из зарядного бокса потому как неудобно будет отбирать электролит отберу еще электролит корректирую водичкой и наверное оставим эту батарейку на буферном заряде на ночь поработаем еще с этой батарейкой думаю день-два придется работать еще с ней чтобы хоть как-то и вытащить до состояния крутящей батарейки больше часа вот эта батареечка у нас это наверное не часа уже наверное часа два батарейка стоит на перекуре давайте продолжим ее абсорбацию наполнения пошло на 66 ампер сразу у нас ну давайте выкрутим ампераж по полной 7 и 7 7 и 5 7 и 4 потихонечку толк сдувается продолжим наполнение как я уже говорил сегодня после этого цикла зарядного мы ее эту нашу червонную штучку сделаем еще один отбор электролита и небольшой корректировочка но я думаю миллилитров по 70 я отберу и по 70 возьми еще водой продолжаем работку ток упал до 32 ампера напряжение 14 7 вольт порядка двух с лишним часов глился наш заряд отключаем зарядник и буду вытаскивать батарейку делать корректировку отберу по 70 миллилитров с 5 банок эту банку где один где заниженная плотность трогать не буду нет наверно 70 будет маловато отберу по 100 сделаю отбор по 100 и продолжим нашу работу как продолжим покажу дальше наверное не только мне но и вам интересно что нам дал наш очередной зарядный цикл давайте сделаем некорректный замер и нам важно проследить динамику было 33 процента насколько я помню так 1200 ампер что-нибудь нам дал еще один зарядный цикл или он не дал ничего в принципе на том же уровне все осталось продвижения нет давайте замерим плотность по всем банкам пробежимся так 121 это у нас четвертая баночка так четвертая у нас было 130 ох ты здесь у нас 124 пятая баночка шестая баночка вот она вот она сучь сумка хозяйственная так здесь 130 с этой баночки делаем отбор по полной отберу 250 миллилитров первая баночка у нас 125 126 так 2526 отбираем по 100 миллилитров 121 отбираем 50 миллилитров 121 отбираем 70 миллилитров нет давайте 100 миллилитров отберем и там на вот три баночки отбираем по 100 миллилитров 150 и эту баночку отберем 210 миллилитров делаем корректировку потому что наливалась наливался электролит по всей видимости на шару не путать собак и шараш с моей просто от фонаря заливалась отливалась может быть еще и по пуху так ну что делаю отбор и продолжаем работу и так друзья сделал отбор 210 миллилитров 100 100 100 эту банку я не трогал и отсюда 50 миллилитров отобрал 70 далек хочу оставить на ночь на буфере но буфер я могу конечно взять другого зарядного устройства но давайте будем раз начали работать с 37 выпила продолжим работу на нем выставляем 14 один минимальное до напряжения и выставляем ток один но так грубо говоря полтора ампера и этот на этом буфере мы оставим батарейку до завтрашнего утра здесь немножко потенциомер пиздит у нас прыгает да так ну-ка минималочка 06 чуть 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 добавим чтобы она не дергалась блядь дергается потенциомер хреновый на этом зарядники вот так вот 1 и 8 чуть 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 многовато вот так пойдет один ампер оставляем и поддерживаем батареечку в тонусе это позволит нам не дать батареи расслабиться в том плане чтобы за счет диффузии электролит начал потихонечку смешиваться и завтра по приезду а вот один и три прыгнул на потенциомер немножко друзья на этом зарядники у меня 1 и 7 установилась устаканивая все нормально 16 полтора чуть-чуть подпрыгивает ну ладно работаем с этой батарейкой оставляем ее до утра время подходит концу работы так время 25 6 сейчас доделаю добью такая же история вот с этой батарейкой но это не герой нашего ролика поэтому время тратить на нее не будем сейчас ее тоже буду делать ей корректировочку наш красноармеец простоял на 37 вымпели 19 половиной часов за это время вымпел потрудился и отдал 17 лишним ампер так ну что начнем сегодняшний рабочий день с того что первым делом замерим плотность проверим помог ли вернее диффузия которую мы тонизировали и активировали с помощью вот такого буфера помогали помог ли этот буфер для перемешивания электролита так как мы перед отъездом его корректировали корректировали так сейчас надо куда-то деть пищу так ну что начнем уберем лишние так первая вторая проверим всех банков ты сука попал электролит в рамках так мерим первая баночка 123 вторая баночка 125 третья баночка 121 но эта баночка у нас уже начала деградировать поэтому взятки гладки как говорится с ней 121 123 с половиной 124 почти и вот это которая сильно опережала у нас 127 так сейчас прежде чем начать новый цикл прежде чем продолжить работу я проведу еще одну корректирую корректировочку в опережающих банок банка где так шестую баночку и так 2 и 5 баночка проведем замену электролита дистиллированной водой и продолжим работу так но наверное вам интересно так же как и мне что у нас там по параметрам давайте замерим параметры что у нас дал наш отстой буферный за 19 часов что там произошло если какие улучшения или наоборот ухудшение до 1200 отлично так небольшие улучшения видим 36 проценте ков 729 амперчиков пусковой ток сопротивление 378 нфc 1384 ну естественно будет у нас заушены так сейчас мы пока зарядник отключим и проведу корректировочку значит в этих сделаю отбор по 70 миллилитров в которых 125 которая опережает отберу 140 миллилитров электролита как видите у нас электролит растет в объеме отлитый вот это вот видите рыжая это отбитая активная масса соберем и отправим ее обратно на завод пусть пользуются нашей добротой так начинаю корректировочку провел корректировочку с двух этих баночек отобрал по 70 миллилитров отсюда отобрал 140 так подключаем наше устройство зарядное которое обозвали в импером 37 так это нам еще пригодится для вот этих кроликов так нрц 13 6 и теперь мы раз уж начали работать на 37 выпили будем работать с ним постараемся доработать наш весь зарядный процесс до конца выставляем 16 вольт и ставим 8 ампер 8 амперчиков я буду я думаю что будет вполне достаточно включаем так появилось 8 и 3 оставляем все на своих местах и будем пробовать перемешивать электролит так ну наш красноармейский красногор деест пусть принимает заряд я займусь другой работкой он привезли радиатор в таком состоянии буду его пытаться восстановить ну и кроме этого у меня еще он кролики стоят с которыми нужно поработать час 15 длится наш заряд перезаряд до заряд эквализащен с нашим красноармейцем на 8 амперах до 15 6 вольт наша батарейка до гребла ну давайте попробуем добавить ток до 9 ампер и разогнать ток не добавляется 8 и 2 ампера максимальный ток который может принять наша батарея при этих установках ну что ж продолжим нашу работешку спустя 2 часа 17 минут у нас началось продвижение тока повышение тока ток начал расти ток начал повышаться и поэтому мы на этом этапе прекратим работу дадим батарейки отстояться сейчас замерим давайте температуру батарейки отключаем что у нас по температуре 22 с половиной нет термометрии нет абсолютно батарея не греется так вот эта баночка у нас слегка на 24 на 2 градуса разница ну давайте замерим в опережающей банке плотность и в отстающей где банки которые в которых мы делали корректировку и в которой не делал как корректировка так 125 126 даже в этой баночке которая самая отстающая которая начала деградировать так 122 ну давайте чтобы для полной картины заглянем еще в эти две баночки чтобы пазл сложился так 124 1 23 с половиной 1 23 так эта баночка у нас все равно опережает 125 126 даже можно сказать так сделаем еще одну корректировку одной банки отберу 50 миллилитров электролитр и добавлю 50 миллилитров воды дадим батарейки час отстояться и продолжим работу отключая зарядные и затем продолжим еще дальнейшую работу более как выразился еще дальнейшую работу молодец сейчас с лишним у нас был отстой простой застой или выстое давайте сделаем замер и посмотрим что у нас там с параметрами так 1200 амперчиков 40 процентов так 767 ампер батарейка выдает батарейка стоит на погрузчике стоит в одиночку и в принципе уже сейчас параметры такие у батареи что летом эта батарейка должна у нас поработать так нерси 13 3 с теми же установками включаем зарядное сегодня сделаем еще один цикл в конце этого цикла сделаем замер плотности и будем посмотреть что делать дальше почти два часа длился очередной дозаряд 19 амперчиков влетела в наш красногварди в нашего красногвардейца и заряд окончен напряжение окончания заряда упала на 2 на 0 2 вольта при этом ток начал у нас расти давайте отключаем зарядное сегодня ничего делать я не буду никаких замеров больше не буду делать это мы сделаем завтра с утра и уже можно будет делать какие-то выводы и подводить то ли возможно так с этими парнями с этими парнями я тоже заканчиваю греется слегка есть прогрев сегодня в принципе неплохо поработал практически добил радиатор завтра буду опрессовывать и смотреть где у нас еще бежит так но мы сегодня достаточно наш обмусоленный красноармеец простоял всю ночь давайте замерим плотность по всем баночкам и сделаем замер тестером что же у нас получилось ли не получилось с этой батареей так 127 первая баночка 126 половиной вторая баночка вот эта баночка которая отставала у нас 123 126 четвертая баночка 125 с половиной пятая баночка и шестая баночка 126 половиной так давайте сделаем замер замер сейчас будет у нас карет куретный так как эта батарея так как я просто предположу что с этой батареи мы больше ничего не вытащим это последствия такого ослуживания залития электролита и виду клиента в курс того что возможно эта батарейка если она будет работать она будет работать последнее лето так давайте глянем на показатели на параметре достаточно их будет для эксплуатации этой батарейки или нет 1200 так 39 процентов по суху 751 ампер батарейка выдает сопротивление 368 нрc очень высокая 13 12 нрc мы видим что еще есть пограничная зона по электролиту поэтому наверно все таки мы сделаем еще один дозаряд нежели богата нефиг начинать как говорится давайте сделаем еще один дозаряд желательно нам убрать стратификацию большое нрc говорит о границе по плотности то есть рассвоение включаем так на 9 амперах вот так вот достаточно будет этого и сделаем один контрольный дозаряд и затем когда кончу радиатор добью радиатор сделаю полюсной вывод и будем звонить клиенту буквально полтора часа хватило нам на еще один дозаряд и вымпел нам 37 вымпел нам подсказывает что заряд окончен поэтому работу с этой батареи мы прекращаем сейчас дам ей отстояться докончу радиатор и займусь полюсным выводом сделаю полюсной вывод и мы сделаем свои выводы по этой батарейки друзья карта легла так что больше суток наш красноармейец простоял на буфере ой на буфере вот стоя просто вот стоя сегодня проводил в последний путь прекрасного человека к сожалению видео уходит и вот только заехал гараж посидел ну посидел то я уже давно просто присел отдохнул после похорон жизнь продолжается надо работать сейчас сделаем давайте замер и займусь полюсным выводом выводом давайте замерим параметры и будем делать уже какие-то окончательные выводы по этой батарейки потому что сейчас сделаю полюсной вывод и отправлю ее в работу буду звонить клиенту так 1200 ампер у нас так но 36 процентов батарейка больше не выдает 36 процентов это я так думаю что из-за повышенного сопротивления 381 сопротивление этой батареи сух у нас да да заходите сбили меня смысле чуть-чуть не чуть-чуть было не сбились понтовойку слава богу я морально устойчивый давайте попробуем все таки доформулировать то что хотел сформулировать по поводу замерений по конвею замеров по конвею почему у нас сок получился вот в 36 процентов я думаю что проблема у нас все таки в повышенном сопротивление эти тестеры они собирают делать анализ и собирают данные исходя из этих данных которые мы умеем имеем умеем блять умеем имеем умею че имеем да значит нрц пусковой ток сопротивление из этих именно из этих параметров и формируется вот этот сок называемый как мы видим нрц у нас отличная 1298 небольшое расслоение еще присутствует но мы замер делали плотности можно еще раз сделать но не хочу менять и так уже очень сильно длинный ролик и если смотреть только на эти два показателя то сок у нас должен быть в районе где-то купить 50 с лишним процентов но подводит именно сопротивление повышенное сопротивление и она гасит этот сок до 36 процентов эту батарейку я отдам сейчас сделаю полюсной вывод и отдам ее в работу конечно ту сумму которую я запланировал взять я с нее не возьму совесть не позволяет мне брать за такой результат но результат есть батарея будет стоять на погрузчике китайский погрузчик двигатель 47 по моему дизелек принципе 723 ампера в летний период ему до жопы он крутить будет сразу предупрежу или предупредил предупрежда дю чтобы следили за зарядкой не разряжали и чтобы баки были постоянно полный потому что если обсохнут крутить и закачивать соляру уже здесь не получится емкость батареи мало ну вот такой вот очередной наш ролик очередная наша батарейка которая прошла через наши с вами руки включайтесь в обсуждение пишите друзья комментарии если руки свободны можете пиздануть по пальчикам если есть желание нет желания просто отключите компьютер где там сотку и перейдите на другой канал как-то так не знаю удачно выразился неудачно слова мира не воробей не поймаешь ролики я не монтирую записываю с руки сходу на ходу как говорится поэтому что друзья хочу пожелать всем удачи здоровья благополучия на кладбище меня спросили как дела но я ответил конечно намного лучше чем у тех кто находится там поэтому унывать не будем будем радоваться жизни каждому прожитому дню улыбайтесь друг другу просто улыбайтесь но не при виде там столба чтобы не подумали что у вас чуть не все в порядке удачи здоровья друзья берегите свои батарейки всем пока